Часто по вине своего любопытства люди заведомо ставят себя под удар, забывая о правилах элементарной безопасности. Вдвойне опаснее, когда происходит это в условиях дикой природы, где любая ошибка может стоить человеку жизни. В этой истории главному герою пришлось проявить недюжинную смекалку и выдержку для того, чтобы избежать смерти от острых клыков хитрого и очень изворотливого врага. Случилось это в лесах Западной Сибири, в ту пору, когда край находился в плену суровой северной зимы. В связи с повышенной активностью волков в регионе, из райцентра для исследований был направлен молодой ученый-натуралист, специализирующийся исключительно на хищниках. Дело заключалось в том, что жители поселков были напуганы участившимися случаями нападения волков на домашний скот и даже на человека. Натуралисту любезно выделили избушку лесничего, в которой он с комфортом расположился. Желая услужить видному гостю, председатель поселка подарил ему кесет, полный отменного табака, снегоступы и старенькую двухстволку для самообороны. Поскольку ученый не курил, то кесет он закинул в рюкзак до лучших времен. Ружье также не имело для него особого значения, потому что стрелком натуралист был неважным. Зато снегоступом, представляющим в заснеженных лесах Сибири немалую ценность, он несказанно обрадовался. Первые две ночи для натуралиста прошли относительно спокойно, но на третью он услышал странный вой, доносившийся со стороны ближайшей сопки. Этот звук больше напоминал жалобный скулеж потерявшегося щенка или волчонка, отбившегося от стаи. Решив, что это заблудившийся пес, ученый одел снегоступы и, прихватив с собой рюкзак, вышел в морозную тишь таежные ночи. Между тем жалобное тявканье продолжалось, то убывая, то вновь набирая силу. Ориентируясь на звук, мужчина прошел не больше километра. Ему не терпелось узнать, кто же издает такой странный вой. Обойдя сопку, ученый оказался на гладкой, как блюдце поляне. Присмотревшись внимательнее, он разглядел очертания какого-то животного с горящими зелеными глазами. Сразу после этого он услышал яростное рычание, раздавшееся одновременно с нескольких сторон. Натуралист понял, что попал в ловушку. Странный вой издавала не собака, а самая настоящая волчица, заманившая его в лапы хищников. Между тем волки, охваченные охотничьим азартом, продолжали сжимать кольцо. Их было не больше пяти особей, но все были явно голодны и жаждали разорвать ученого в клочья. Мужчина с тоской подумал о ружье, в попыхах оставленном в избушке. Волки уже готовы были растерзать незадачливого ученого, как вдруг он вспомнил о кисете, подаренном председателем. Зачерпнув оттуда добрую горсть табаку, мужчина швырнул ее прямиком в оскаленные волчьи пасти, а затем еще и еще. Хищники принялись чихать и тереть лапами морды. Табак оказался крепким самосадом, мгновенно отбившим у волков желание охотиться. Лишь хитрая волчица сидела в стороне, наблюдая за происходящим. Она была слишком умна и осторожна, чтобы в одиночку напасть на человека. Воспользовавшись заминкой, ученый устремился прочь от столь опасного места. Ему еще долго слышалось яростное фырканье хищников, у которых табачная пыль вызвала раздражение слизистых носа и глаз. Добравшись до избушки лесничего, ученый закрыл дверь на все запоры и дрожжа сел у печки. О случае с волчицей он рассказал на следующее утро местному егерю, который пообещал изловить хитрую хищницу. Будучи по каким-то причинам вожаком стаи, она совершала набеги на хозяйство и домашний скот, не брезгуя даже человеком. Сейчас сложно сказать, что случилось бы, не окажись у мужчины при себе кисета с табаком. Скорее всего, об этой истории рассказывать было бы уже некому, и о ней вряд ли кто-нибудь смог бы узнать. Но в одно можно быть уверенным точно. Молодой натуралист усвоил полученный урок, и теперь на первом месте он ставит безопасность, а не природное любопытство, которое чуть не стоило ему жизни. Друзья, если вам понравилась эта история, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и делитесь этим видео со своими друзьями. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok